Украинская разведка считает, то есть они не считают, у них есть информация о том, что россияне утвердили план теракта на Запорожской атомной электростанции, потому что взрывчатка есть возле четырех энергоблоков. Какова вероятность, что Путин сыграет этой фигурой? А вот об этом я бы сильно волновался. Вот это на них похоже. Это не использование ядерного оружия, когда кто-то должен нажать кнопку, потому что это они делать не будут. Кстати, мы еще раз одну вещь поняли. Никто за Путин умирать не будет. Вот надо сразу это же понимать. Никаких вариантов, что там какой-то генерал и адмирал будут нажимать кнопку, знают, что американский тамагав пролетит через 15 минут, такого быть не может. А вот теракт безымянный вполне возможен. И, к сожалению, это еще связано с тем, что настоящей реакции на теракт на Каховский ГЭС не было. Надо, с сожалению, констатировать, что американцы в очередной раз проявили слабость, абсолютно неготовность отреагировать жестко. Поэтому вот теракт на ЗАЭС, я бы считал, как раз вписывается в менталитет вот этих бандитов, потому что как бы это безымянное. Никто ответственность прямой не несет. Ну, там Путин какой-то, он далеко. Ну, вопрос в том, куда все там пойдет дальше. Но я бы считал, что с риском вот такой скалации считаться надо. А как вы думаете, почему на самом деле все понимают, что радиация может стать угрозой не только для Украины, но и для многих соседних стран? И сейчас такой нет реакции, которая должна была быть, потому что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал, посмотрел, говорит, ну, нет взрывчатки на территории. Ну, а кто же ему бы показал эту взрывчатку? Да, он констатировал, что вокруг все заминировано, но все же. Давайте вообще прекратим надеяться на эти международные институты. Абсолютно бессмысленные, насквозь коррумпированные, потерявшие всякий смысл. Все эти ООН, все эти МАГАТЭ, совершенно очевидно, что эти организации только по названию должны сохранять мир, помогать прогрессу, соблюдать условия технической безопасности. Это политизированные организации, в которых решающую роль играют все эти расклады, и большинство этих организаций международных, там, у нас-то стран, я не знаю, сколько там, ООН-194, что ли, там, и там больше, там, 200, если посмотреть по карте мировой. Это решает там большинство, у каждого есть какие-то позиции свои, поэтому серьезно воспринимать то, что они говорят, применить конкретные ситуации на земле, мне кажется, не стоит. Да, но он приехал, посмотрел и все сказал, но он не увидел, ему не показали. Что МАГАТЭ может, мы уже по Ирану видели. Вот все эти, все эти истории с Ираном, как Иран спокойно делал бомбу там, они говорят, что ничего там нету, это все, все поэтому вилами на воде написано. Ну, что касается вот, вот конкретных угроз, которые сейчас возникают, меня здесь больше, конечно, тревожит, расстраивает отсутствие натовской позиции, но это, значит, американская позиция. К сожалению, администрация Байдена в последнее время себя ведет, ну, скажем так, крайне скажем, трусливо ведет себя, вот, начинает напоминать Обаму в 2014 году. Понятно, что идет помощь военная, что действительно немного делают, но, ну, понятно, что сделать могут гораздо больше. Вот, на самом деле, вот отсутствие ярко выраженной политической позиции по окончанию войны в Украине, это, это проблема. До сих пор не сформулирована цель войны. Победа Украины, которая включает в себя полное освобождение всех украинских территорий, включительно Севастополя, выплаты репарации, привлечения к суду военных преступников. Вот, вот по всем этим позициям пока до сегодняшнего дня американская администрация не высказалась. Вот это совершенно невероятная ситуация, это война, в принципе. Причем это война, ради которой НАТО создавали американцы в 1949 году. Война для того, который Украина ведет в одиночку, спасая Европу от русского вторжения. Вот я говорю, ровно для этого НАТО в 1949 году и создавали американцы. Только тогда, как бы, боевые действия планировали свести на реке Рейн, а сейчас они идут на Днепре. Но принцип-то не изменился, география сдвинулась. И вот в этих условиях американцы не могут сформулировать до сих пор, точнее не могут озвучить вот конкретных целей. Первое, полное освобождение Украины, прекратить там говорить про эскалацию какую-то, потому что постоянно какие-то там эти эксперты вылезают с эскалации. Нельзя переходить Крым, Крым вот заходить на полуостров, потому что тогда начнется, ну, бред какой-то, слушай, эскалация. Это их любимый. Второе, это выплата репараций. Это, на самом деле, конфискация российских денег. Вот организация, которую я создал в Америке, вот Ринни Демокрис Синишетик, мы работаем сейчас с ведущими американскими юристами. Вот сейчас готовится документ в Америке о необходимости президентского решения о конфискации замороженных средств. Такая целая большая история. Европа тоже, кстати, работает. Идет серьезный вопрос. И опять, до сих пор мы не видим политической воли в Америке. Ну и понятно, и также привлечение к суду военных преступников. Тему надо развивать. И вопрос даже не в Путине. Вот все говорят, Путин, Путин. На самом деле, очень важно сейчас зафиксировать, что все, кто ниже Путина, вот это Львова Белова, как ее там фамилия, вот это, которая... Да, Мария Львова Белова. Ну да, вот. Вот это, на самом деле, гораздо более серьезный звонок для российской элиты, чем Путин. Путин там, что с ним случится, никто не знает. Скорее всего, он до Гаги не доживет. А вот гарантировать, просто зафиксировать, что это Львова Белова кончит свои дни в Гаги, вот опять, это политическое заявление. И как только это становится очевидным, потому что ее-то выдаст любая власть, там, новая, которая вынуждена будет идти на переговоры с Западом. Так вот, надо опять фиксировать эти вещи. Вот отсутствие политического решения по итогам окончания войны, мне кажется, что создает вот эту неопределенность сейчас. И это пока большая проблема.